24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций в отношении России. Швейцария присоединилась к ограничительным мерам Евросоюза. Федеральный департамент экономики, образования и исследований расширил свои санкционные списки. Под ограничения попали 69 физических и 86 юридических лиц, а также компании, которые работают в российском ВПК финансовом и торговом секторах. Также Швейцария ввела запрет на рекламу четырех российских медиа Voice of Europe, РИА Новости, Известий и российской газеты. В отличие от мер, принятых в ЕС, в Швейцарии на эти СМИ не распространяется запрет на вещание. Несмотря на то, что эти каналы используются для целенаправленного распространения российской пропаганды и дезинформации, Федеральный совет считает, что эффективнее противостоять ложным и вредным заявлениям с помощью фактов, чем запрещать их. Из заявления на сайте Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии. Вашингтон усиливает давление на торговых партнеров Москвы, пишет Bloomberg. Из-за угрозы вторичных санкций несколько крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из России. Годовой рост общего объема торговли между Китаем и Россией замедлился до 3% за первые пять месяцев 2024 года. А один из основных партнеров российской газодобывающей компании «Новотек» китайская «Вайсон Нью Энерджис» объявила, что прекращает работу с Россией. Российская Федерация так и не получила модули для подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2». Как пишет издание «Джи Кептен», их отправили в Россию. Но еще до прибытия в Мурманскую область корабль развернулся и пошел обратно. Ограничения постоянно усовершенствуются. Вводятся новые моменты, связанные с контролем заранее принятыми санкциями. Так что этот момент, он достаточно активно работает. Это однозначно большой плюс. Просто еще раз говорю, нужно понимать следующее. Санкции не будут на 100% эффективными, пока существуют механизмы их обхода. Пока существуют страны, которые не присоединились с санкционным ограничением. В НАТО считают, что в условиях существующих ограничений Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще 3-4 года. Министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский сокращает этот срок вдвое. А показатели российской экономики сильно ухудшаются. У них заканчивается Национальный резервный фонд. У них заканчиваются танки советской эпохи, которые нужно ремонтировать. Инфляция высока, процентные ставки очень высоки. Через год или два у Путина закончатся ресурсы, чтобы продолжать. В Еврокомиссии заявили, Брюссель не собирается прекращать санкционную политику в отношении Москвы. До конца 2024 года Евросоюз намерен ввести 15-й и 16-й пакеты ограничительных мер.